здравствуйте друзья меня зовут александр паснова я очень рада приветствовать вас на канале закорнял цветочник сегодня я хочу поделиться с вами оранжерей которая находится на территории парк отеля расположенного в калужской области не буду раскрывать тайну места но тем не менее я тут сходила по ней прогулялась и я считаю что нужно вам посмотреть вообще какие бывают принципе ранжерей вообще территория отеля очень благоустроена много скульптур ландшафтных каких-то решений японский садик лес овраги и сохранено много естественного ландшафта мы видим вот такое стеклянное сооружение со стеклянной крышей и с большим количеством растений я вас приглашаю внутрь мы сейчас пойдем и внимательно все изучим и я надеюсь вы получите не меньшее удовольствие чем получила него я и так мы внутри ну давайте посмотрим что нас встречает при входе нас встречает пастролистный хлорофиту он сидит вот в такой квадратной деревянной катки и вы видите здесь огромное просто какое-то количество детей то есть очень многодетный и с этой стороны покажи пожалуйста много очень очень много детей это на самом деле ответ на вопрос тех зрителей которые спрашивают нужно ли убирать детей или не нужно то есть все зависит от того какой внешний вид растений вам нравится далее камнеломка вот в таком прекрасным плетеным кашпо мы здесь видим огромные заросли на материнских растений и вот эти от нежнейших деточки на таких воздушных побегах принципе растения достаточно декоративно далее герани герани здесь будет много они сейчас не в очень хорошем состоянии потому что я поговорила с сотрудницей которые ухаживают за всей этой красотой но сказал что герани и бегони у них летом находятся на улице также как большинство растений те же хлорофитумы то есть все что не комнатно не выносит на улицу а на зиму они заносят в тепло кстати какая корзина с акса лесом она же кислица да здесь просто стоят составные горшки и как я вам говорила уже в видео про кислицу секрет пышности кислицы в высоких горшках то есть чем выше горшок тем пышнее растения репсалисы причем посмотрите они здесь обильно цвели видите то есть прям цветов было очень много колонхой живородящие еще один репсалис вот кстати мы можем здесь наблюдать не очень распространенное явление давай поближе мы покажем иди сюда когда у него в ягодки посмотрите то есть цветочки и после цветочков ягодки вот здесь таких несколько штучек с эти как это мило то есть наверное он тоже висел на улице потому что часть стеблей высохла от солнца по-хорошему их конечно надо убрать но тем не менее он цвел и плодоносил далее нас встречает буйство колиусов то есть это действительно буйство и сейчас мы обойдем покажем какие разные расцветки здесь есть и немножко в подсадке колиусом идет у нас традисканция зеленые традисканция забыла я зебрина продисканция зебрина герани который еще не отсвели кстати какие жирные пышные традисканции немножко я вам наврала не не все в подсадке вот это вот отдельная кашпо страдисканциями там частично они подсажены колиусом видите есть еще с такими волнистыми как у крапивки листьями колиусы цветут ну в принципе вот когда их много они достаточно крупные и разноокрашенные . красиво пепперомия куда же без нее тоже здесь все такое достаточно жирненькая длинная посмотрите какая длина плети то есть почти два метра я бы сказала ну чуть меньше но больше полутора однозначно и вот здесь очень хорошо видно как мы можем ее черенковать видите воздушные корни то есть обрезаем ставим земли у нас пошло новое растение наверху просто царство традисканции они все такие жирнючие дихондра там пестролистная герань наверху их и вере и а луну алоэ по моему мы сейчас отойдем подальше посмотрим плющи еще немножко камнеломок и вот тот самый пифилум ангелер который мне не тогда мы про не так давно спросили цветет ли он вот посмотрите он во всей красе то есть пифилума цветут когда их вешают и несмотря на то что он сам по себе очень декоративен и без цветов у него очень красивые резные листья смотрите где у него образуются цветоносы то есть цветоносы образуются в пазухе листьев и кто-то меня там критиковал что не нужно обрезать вот мы видим что обрезан лист и на этом листе у нас пошел цветонос и в принципе здесь та же самая ситуация то есть листья обрезаются они начинают цвести это стимулирует цветение видите на таких длинных цветоносах это подозреваю что ну конечно будет оранжевого цвета красота необыкновенная душистая герань какой достаточно пышный куст на скорее всего лимонно пахнущая достаточно приличного размера финиковая пальма ну и пошли у нас фикусы видите фикус робуста с очень большими нижними листьями он был черенкован и новые побеги у него еще пока с маленькими листочками идут фикус тенеке понсетия которая вот тоже меня некоторые спрашивают что с ней потом будет план сети этого такой вот кустарник здесь она немножко лысовато и видите белокрылкой вчера обратила внимание что много вредителей мне сказали что травят их конечно тут всех скопом фуксия вся в белокрылки не занята что это практически уже такой древовидный кустарник но заражена на видите не по-детски то есть вот эти вот белые точечки это у нас белокрылка которая сидит притаилась и даже вот эти обрезанные черенкованные фуксии они тоже заражены герберки и посмотрите какая красота это ли письмо если мне не изменяет память я в своем уме посмотрите какие у него ягодки на протяжении всех веточек похоже чем-то на мини крыжов ничек колонна у нас увевает плющ вот этот колонхоз живородящий у меня дома такая же в кавычках красота аккуратно которая если его не встречи она превращается в неимоверной размеров дерево здесь мы видим фацхидеру фацхидер об знаете как она интересно здесь выросла то есть большой лысый ствол и облиственные макушечки там у нас прячется кодиум red banana если я не ошибаюсь но я по-моему не ошибаюсь это red banana там красука и филдендрон green imperial green то есть это то что у нас вырастает в большую лиану пойдемте дальше вот здесь у нас тоже филдендрончик правда вот непонятно по окрасу то ли он болеет это сорт painted princess то есть вот сомнения у меня есть на этот счет мы скорее всего это painted princess но немножечко такая высвеченная море плющей традисканций бегонии цветущие вот это вот честно не знаю что скорее всего тоже что-то уличное то есть если чего-то не знают как правило улице идет традисканции рио огромные кстати какие шикарные аспарагус и шпренгере то есть у них плеть и прям реально больше двух метров и как я говорила что если мы выносим аспарагусы на улицу они начинают цвести и плодоносить видите на вот эти зеленые ягодки они со временем становятся оранжевыми то есть вот здесь были цветы и собственно вот у нас плоды их достаточно большое количество посмотрите во что может вырасти кланку это минтоза здесь это ли она сравнимая страдисканций в принципе по размеру я честно не ожидала что она может так виться вот если мы посмотрим у нее вот здесь вот корни все они усыпаны детками тянутся они у так свету выгибаются к потолку здесь немножечко подзамученные нефролеписы нефролеписов на территории отеля огромное количество но их нужно все бы я подчистила если честно еще немножко бегоний плющи так давайте посмотрим что здесь здесь мы опять видим цветущий англии слушайте но необыкновенная красота прихон какой огромный гигант и в каждой пазухе листа него шикарный цветонос я очень люблю как они цветут к сожалению они цветут буквально один-два дня и на этом все на это того стоит сейчас съемки у нас идут середина октября ну то есть вот он вот вот прям вот там давай покажем ну это вообще это просто фантастика какие-то живые червячки необыкновенной красоты и он весь усыпной хотя вот да несмотря на то что мне рассказывали что только в подвесе здесь вот он не совсем в подвесе но он какой-то неимоверно огромный старый здесь все в лиана видном виде красулы опять же колонхоэта минтоса то есть она все здесь растет и пышет и наравне с плющами вот это друзья я не знаю что это за растение может быть кто-то из вас знает и напишет мне ну по мне она очень миленькая цветет ими чудесными маленькими цветочками очень нежная но в то же время я бы не сказала что сильно хрупкая выглядит вот для подсадки на мой взгляд просто идеальная хоя тоже цветет ну она уже точнее отцвела но когда-то она не так давно цвела то сейчас у нее цветы засохли так что мы прошли мимо мы прошли фикус golden king мы прошли сан северю зеланика кстати какие же один тут точнее жирненький фаленопсис судя по размеру листа это наверное грандифлора очень странного вида спать и фил он тут растет вот это я вообще не могу понять что это если честно похоже на бамбук очень похоже на бамбук разновидность так спать и филом вот который у нас позеленели цветы ну то есть это от свечи на их тут пока никто не выстрелит дает много новых побегов но вообще ему многовато солнце я бы сказала лимончики оксалисы лимончики вот здесь у нас коломандинчик видите уже начали зреть у него плоды тоже его явно кто-то жрет вот судя по изменению окраса листа когда листья у нас начинают такими неравномерными пятнами желтеть это у нас ну вот здесь на данном экземпляре белокрылка то есть много зараженного спать их начинает выдавать много-много мелких листьев и пересадить пока что по состоянию земли но тем не менее видите новый цветонос дает коллизия бегонии плющ и еще один хлорофиту пойдемте дальше тут в принципе можно ходить не знаю наверное часами сейчас человек которого попросил меня снимать я чувствую кинет меня телефоном скажет что он не подписывался так здесь у нас глаксиния такая немножечко подгнившая я бы сказала что вот эта часть уже не жилец ее надо убирать здесь не знаю кто рос еще же в родящий колонхой но это тот сорняк который если завелся то от него избавиться очень проблематично сансеверия абритняна металлика если не ошибаюсь я в них не очень сильно колонхой а который мне все рассказывают что он не цветет и листья жирные не бывают вот вам пожалуйста пример когда колонхой не обрезанный при этом вот он активно цветет и листья у него крупные здесь у нас сейчас я посмотрю по листьям это у нас декабристы помните да как отличить декабрист от репсолидопсиса у декабриста зазубренные листья такими вот идут уголками у репсолидопсиса они овальные соответственно вот середина октября посмотрите что творится тут просто буйство буйство бутонов вот это я так подозреваю компанула просто в очень странном виде я не подозревают компанулы есть еще один нефролепис а тут подгоревшие дефенбахи у нас сидят с большим количеством короче тут работы прямо на очень микрофончик большой спальчик у нас сидит такой вот тоже видите не очень хорошо себя чувствующий судя по всему он подгорел авокадо который в квартирах когда выращивают у нас на макушке два коричневых листа здесь мы видим его в хорошем стене на здесь очень большая влажность воздуха и огромное количество света причем крыша затенена то здесь типа орг не не орг стекла то что на парники кладут вот такой материал и полностью 3 стеклянной стены то есть это предостаточно так вот это что за друг это похоже на юбку просто очень очень странного вида стендапсус который тоже мне многие говорят что не дает больших листьев листья мельчают писать какой жир не учий папоротники традисканции вот это вот репсолидопсис у него нет зазубрин то есть более округлые листики еще репсолидопсис и я конечно прям вот под фанател от шпренгере это моя мечта чтобы у меня такие вот они жирные были я надеюсь когда-нибудь у нас будет появится опять этот неопознанное растение не знаю жду ваших комментариев что это такое потому что потому что мне тоже любопытно так ну и здесь вот цисус вот если мы посмотрим он прямо до потолка тоже он не очень ухоженный но тем не менее достаточно большой по-хорошему его надо омолаживать что-то здесь вот у нас подгорело что-то подсохло но если близко не приглядываться не придираться выглядит очень и очень мы сейчас вернемся и посмотрим что здесь у нас да там на рояле или пианино не знаю чего не отличаются кстати какая композиция из суккулентов опять вот это прекрасное неопознанное мною растение которое вот действительно очень хорошо смотрится в подсадке сансферия цилиндрика и хивери пахифитум это у нас алоэ гастерия и огромнейшая очень красивая хивери вот здесь у нас по стене растет иберийский плющ то есть это то что в европе растет на улице очень хорошо себя чувствует там вот какой-то закуток с агланемами подлезь пожалуйста туда агланемы традисканцы и много чего фикус робуста мощнейший прям мощнейший куст вот там у нас столетники сидят гранат но мы покажем с обратной стороны обратите внимание вот на вот это огромное растение я вчера спросила как это называется потому что что-то я не могла его опознать несколько что этот раз тигма когда я спросила сколько это татра стигма лет мне сказать что я всего три года короче если вы хотите жить под татра стигмой можете попробовать ящики со спатиками мужа сейчас пойдем в обратную сторону там торчит лист монстера адан сони там за столетниками хавортия такая вот жирненькая вот прям вот вот справа от фикуса видите что такое вот жирненькое растение так что тут у нас тут у нас драться и на душистая драться на душистая на вскидку не воспроизведу сорт монстера лакомая антуриум шерцера взрослый достаточно еще одна фацхидерка оксалис вот это вот но я так подозреваю что тоже план сети но могу ошибаться фикус робуста фикус тенеки вот это не знаю что честно какой-то неопознанное растение вот здесь притаилась хоть и ора такая довольно жирненькая но не очень высокая она здесь тоже как и здесь вообще все идет как ампель еще одна драценка канны мне скажут эти канну них еще не цвели фикус наташа строманта триколор что у нас здесь красула арборесцент алоэ вот сорт не подскажу так на вскидку я не вспомню еще немножечко глакси не вот как-то с глакси ними здесь не очень они себя хорошо чувствуют достаточно печальные листики колонхо и разновидность эти какие кактусы и молочай прям огромные кактусы вообще шикарный шикарный что же то такое так вот это растение тоже друзья не знаю как называется кто знает пишите вот первый раз такой вижу похоже она на агаву но агавы более жирные толстые листья поэтому не опознаю это у нас такая рио толстая лимончик колеусы так пойдемте теперь мы спустимся вниз и поглазим что там у нас растет внизу внизу опять же при входе да как мы могли пропустить смотрите заросли ампельных фикусов то есть фикус white сани фикус green сани видите им здесь они около водоема находятся достаточно хорошо себя чувствуют посажены они вместе с хлорофитумами и вот таким вот образом green сани зарос зарастил собой камень к чудесный водопадик с рыбками и в углу водопадика сидит асока не знаю выносят они на улицу их нет мне прям даже интересно так 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 вот еще одно неопознанное растение если честно но это явно какой-то уличник то что у меня проблема именно с уличниками драценка многоствольная такая достаточно взрослая вот мы здесь можем хорошо посмотреть то о чем я вам рассказывала когда делала обзоры на штамбовые драцены вот у нас есть обрезанный ствол дальше идут побеги и растут уже эти побеги здесь побеги срезали и соответственно вот мы видим дала на новый еще один раз точек и пошел вверх то есть два ростка один еще только проклевываются один уже пошел вверх сам ствол у нас остается на той высоте на который он был единственное что мы можем черенковать сажать макушку вниз и ждать пока пойдут боковые побеги герани 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 в большом большом количестве в катках в ящиках душистые герани вот иберийский плющ и плющ отличается от обычного толщиной листа к сожалению на камере это не показать его тоже живет паутинный клещ ну то есть это участь всех плющей мы видим вот характерный мучнистый налет и вот такое неравномерное изменение окраса листа толстый ствол и толстый лист плотный от этой иберийский плющ так канны хризолидокарпус который тоже не мешал бы потравить потому что он тоже у нас в паутином клеще лимончик так беленькие традисканцы небольшие санкции так мои детки красу вы здесь все красу в виде лиан почему-то вот тоже красивая разновидность традисканцы короче чистить не перечистить я думала так у меня все ужасно оказывается что нет это немножечко утешает вот это вот фикус сорт скорее всего даниэль судя по размеру листа у экзотики он потемнее покрупней кодиум экселент кстати как красиво цветет ярко-розовый гибискус конечно гибискусов завораживают вот эти вот пампушечки махровые его тут стригут вот прям нещадно стригут гибискус выстрижен весь по кругу к сожалению вот здесь мы уже не увидим красоты цветения гибискусы но я думаю вы можете представить это махровая разновидность красивый то есть видно сразу сразу сравнение чем махровый гибискус нас отличается от обычного с набитостью по лепесткам сейчас я аккуратно отсюда выйду такая сочная карделина прям сочная хорошая но немножечко с подгоревшими листиками кодиум но вот это либо ела у банана либо что-то близко к нему точный сорт не воспроизведу вот кстати здесь мы можем наглядно посмотреть разницу сирийского гибискуса с обычным гибискусом который мы привыкли называть китайской розой давайте вот мы сравним они стоят здесь рядом можешь показать листья у китайской розы так называемый комнатный во-первых такой более сердцевидный лист о подождите что цвет нет все правильно нет неправильно это бутилон меня переклинило это бутилон причем а бутилон красный очень похож на сирийский гибискус но нет сейчас засомневалась увидев коробочки с плодами не знаю мне прям так и подмывает оторвать попробовать я не буду этого делать это уже будет чересчур циперусы то есть они тут тоже где-то то там то здесь растут и в ящиках и неплохо себя чувствуют вот такой раскидистый молоча и у форби мили она называется цветет она розовыми цветами вот здесь вы мне уже писали как называется это растение но хоть вот убей меня я не могу запомнить как она называется напишите мне пожалуйста еще раз может быть сотого раза я запомню очень нежные дихондры у нас который используют в уличном озеленение декоративная листяная бегония по-моему инка фаер называется сорт с этим еще и достаточно красиво цветет блин к сожалению ни одного распущенного цветка на эпифилу мы видим либо бутоны либо уже отсветшие но они в том и в том состоянии хороши все-таки их подрезают немножко это у нас плектрантус очень не рекомендую сажать себе на участок если вы не готовы что он у вас заполонит весь участок собой я как-то посадила маленький такой кусочек вот уже 15 лет я его каждую каждый год выдергиваю и не могу от него избавиться еще один нефролипис здесь у нас здесь у нас не знаю похоже на на клевию по крайней мере очень похоже красула хоббит вот то о чем я вас просила мне написать панданус не панданус это если не изменяет память у нас цисус одна из разновидностей но могу ошибаться здесь пестролистная камнеломка то есть вот не знаю будет видно или нет у нее материнское растение с белыми листиками и детки такие вот белок с белорозовой окоемочкой так я тут под чем-то таким шикарным абсолютно стою но тоже для меня вот абсолютно неопознанное я не знаю что это за растение кто знает пишите будем знакомиться вместе сегодня прям день ответов на комментарии тоже буквально на днях до того как начала снимать меня спросили может ли наташа вырасти до двух метров посмотрите ну конечно не два метра на метр восемьдесят в нем точно есть и листья у него остались такими же мелкими 89 сантиметров это не наташу наташи очень мелкие листья лаврушка прям прям лаврушка прям вот дерево дерево в таком размере он и пахнет как лаврушкой так не знаю скорее всего тоже что-то типа даниэля потому что экзотики потемнее листья вот это растение мне сказали что это молочай я в голландии таких не встречала какого-то наверное местного пошли бы вот здесь опять же у нас пример каланхоя с достаточно жирненькими листиками не очень мелкими цветущими здесь вот каланхоя тот которого быть в природе не должно я не знаю сколько ему лет но вот что мы делаем если у вас есть такой каланхоя мы черенкуем прям вот так а лучше вот так и сажаем и омолаживаем а вот это вот всю красоту в кавычках мы убираем еще немножечко драценок тут их прям хорошо стригут и они дают новые побеги на боковых отростках это у нас тоже карделина филдендрон атом эти какой шикарный кустовая разновидность с большими такими резными листьями моя любимица шифлера амата древовидная то есть вот одна из шифлер который мне безумно нравится не толстые листья глянцевая она такая пышная затрудняюсь сказать что это у нас за пальма вот честно что-то я затрудняюсь мне не приходит название в голову на то что это пальма это сто процентов ой божечки какая огромная юка наверное метра 4 я так могу предположить посмотрите аля типа мая как я вам тоже снимала в одном из роликов то есть утолщение идет снизу ствола и достать да это наверное мои есть потому что у нее отличаются листья но очень красивая вот это прям дерево дерево еще одна разновидность такого же молочая только тот у нас был в красными листьями этот с зелененькими листьями фикус мелани и растение которое вот я увидела первый раз просила о девушке который ухаживает за ними что за пальмы ты теперь с ума сайту пока буду вспоминать спросила что это за растение она мне сказал что это называется гемантус если я правильно запомнила и она я уточнила клубни вы она сказал да клубни вая опушенные листья достаточно широкие вот как он будет свести мне сложно предположить потому что цветы у нас только в бутончиках пока вот таких да прям шикарный к жирная кашпо большой при большой нефролепис то есть мы понимаем да что нефролеписы в зависимости от сорта у нас бывают абсолютно разных размеров здесь у нас хамидорея вот те кто мне пишут что хамидорея растет быстро это хамидорея зейфрида зейфрица короче не могу запомнить правильное название она отличается более широкими листьями она растет как палка хамидорея изящная растет медленно не как палка побегами и быстро она не растет это просто два разных вида хамидорея диффенбахия миска с миленбекиями в которой конечно же у нас сидит живродящая колонхой ну куда же без него она везде кидает своих детей еще немножко цепирусов вот такое вот у нас аллое прям необыкновенной красоты рядом еще одно вот здесь цикос небольшой сидит всего с пятью листьями три из которых зеленые два уже начали поджелтевать еще мисочка салоя вот тут вот да 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 так рядом у нас драция на бикалор пепперомия пестролистная туполистная пепперомия калузифолия джили и она кстати тоже вот так цветет как и в принципе большинство пепперомии они цветут как по дорожнике выпускают такие стрелки так что здесь тоже мне непонятно мне вот эти вот все маленькие растения они меня немножечко смущают не знаю что это такое вот это вот аллое сквороза это аллое сквороза одной из моих любимых с которой мне тяжелее всего подружиться здесь у нас и хмеи таком достаточно интересном состоянии такое что это вот материнская видите вот там было растение она сгнила вот материнской срезали это дети и дети у нас цветут вот еще один слушать а вот наверное как цветет этот гемантус вот он уже то ли отцвел и там вот у него как у лука семечки внутри ну вот интересно наверно таким не телочка цветет что тут еще интересно вот это вот композиции столетников меня же закружилась голова от подъемов на кафе тоже такая биколор хорошенькая немножечко у нас за форби монстера мы смотрим с другой стороны обратить внимание на этот огромный молочай и у форби тригона который в достаточно плотной связки выращена нравится это растение очень моей дочери вот здесь вот листики которые засыхают видите превращаются в такие белые лепесточки инжир нечастый гость его еще называют фикус карика по моему если я не ошибаюсь тоже какой-то неопознанное на растение гранат я вам обещала показать гранат тоже кстати из белокрылки здесь как ни странно и вот у хамидорея еще одна она отличается от изящной шириной листьев и будет расти такими же палками то есть она не будет компактной кустистой пальмой здесь мы видим жасмин достаточно большой но не очень красочный вот это вот тетрастигма который мы смотрели она туда вот туда пошла зарастать все думаю прям вот они в подвесном виде смотрится великолепно но когда они вот так висят вот не дай бог их задеть потому что это начинается массовый падеж листьев так что тут у нас еще интересного две миски с мюленбеки ими диффенбахи вот такая большая вот здесь вот кстати тоже нещадно черенкованные диффенбахи подсажены но тоже выглядит она при этом не очень немножечко лысый лимончик и аукуба вот аукуба здесь шикарная ничего не могу сказать дает много боковых побегов то есть это например весь ствол он идет вот видите маленькие такие зачатки и она за счет этого пышная но очень очень красиво ну и давайте мы закончим сегодня ордизию я вам покажу вот стоит она вся в красных спелых ягодах на окне прям у нее сейчас сезон и сезон соответственно она плодоносит но и несмотря на то что не в очень хорошем состоянии но все же мы видим аспарагус ситакус который высотой где-то два с половиной метра но тоже если у по выстричь он конечно будет посимпатичнее но тем не менее мы по крайней мере можем увидеть здесь какой высоты он вырастает ну чистка там жизненно необходимо ну и здесь вот небольшой горшочек с дендробиумами еще один фаленопсис и ну-ка ну-ка что-то я тут увидела подожди аккуратненько сейчас подлезу вот такая зига звука ну понятно что это какая-то разновидность кактуса такой смешной и видите он цвел явно явно цвел занятный что я могу сказать ну короче друзья а а вон там еще стоит пеперомия сморщенная пироми лилиан мне немножечко замельчали листья но тем не менее она таким пышным хорошим кустом обрастает камелию мы прошли камелию не заметили тоже мне кто-то писал что прям очка но она не очень капризнаете она тоже набирает бутоны потому что сейчас у нее сезон и скоро она будет свести но вот подлечить бы ее не мешало есть тоже у нас трипсы это трипсы ну что друзья вот такой вот кусочек флоры в калужской области я могу сказать что до объем работы здесь колоссальный много много чего красиво много есть на что посмотреть надеюсь вы получили удовольствие ну и конечно же жду от вас комментарии с подсказками по названием как вы знаете знать все на этом свете невозможно ну и плюс еще я конечно же грешу на девичью память когда в одно ухо влетела в другое вылетела но тем не менее я думаю что если мне будете писать регулярно я запомню как она называется спасибо всем кто досмотрел это видео до конца и надеюсь до новых встреч удачу 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 а удачу 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 а